Вместо застекленных окошек открытая регистратура. Администраторы и пациенты разделяют лишь стойкой высотой по пояс. Теперь, чтобы пообщаться с регистратором, не нужно говорить в микрофон или засовывать голову в окошко. Общение с административным персоналом медицинских учреждений переходит к цивилизованному уровню. Мы открыли бережливую поликлинику в условиях стационара не только детской поликлиники, отделения Катамнеза, но и в женском отделении, именно в отделении, куда обращаются женщины, которые планируют наступление беременности. Это очень важно. Почему? Потому что сегодня это является одним из федеральных национальных проектов, который поддерживает президент Российской Федерации, уделяет большое внимание, и, конечно же, Департамент здравоохранения вместе с администрацией Приморского края. Проект направлен на то, чтобы медицинская помощь была не только качественной, но еще комфортной и доступной. Для этого в Приморском перинатальном центре, кроме удобной регистратуры, открыли телефон горячей линии и сайт главного врача, куда поступают и обрабатываются отзывы пациентов. В детской поликлинике открыта комната для кормления, молебенная комната для родителей. Перинатальный центр сегодня принимает самых сложных пациентов. 18 промиль составляет, 18 процентов составляет процент преждевременных родов. По Приморскому краю, именно в перинатальном центре. Если брать с российским показателем, этот процент составляет всего 15. То есть это, наверное, говорит о том, что все-таки самая сложная категория наших женщин поступает именно в структуру перинатального центра. И именно самым маленьким пациентам мы дарим жизнь. В открытой детской реанимации лежит 14 детей, которые получают комплексное лечение. Система мониторинга следит за состоянием детей. С ее помощью можно отслеживать чистоту, пульс, дыхание и другие показатели, которые помогают узнать, как чувствует себя новорожденный. Мониторы находятся как на посту среднего медицинского персонала, так и в ординаторской. Справедливости ради отметим, что Приморский перинатальный центр – это все-таки не поликлиника в прямом смысле этого слова. И такого потока пациентов, как в стандартных городских поликлиниках, здесь нет. Авторы проекта «Бережливая поликлиника» предполагали, что за счет правильной организации потока пациентов время ожидания приема врача будет сокращено в 12 раз. Обещание прямо скажем амбициозное, если учесть, какой кадровый голод испытывают десятки поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов края. А пока во многих поликлиниках Владивостока, чтобы попасть к узкому специалисту даже по высокотехнологичной электронной очереди, приходится ждать иногда и несколько недель. Альтернативные варианты многим просто не по карману. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.